МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите информационную программу Дойчевелет ДВ Новости. Здравствуйте. Наша тема сегодня. СМИ Бельгии, атомные станции страны, могли быть первоначальной целью террористов. В Царское село вернется уникальная икона Божьей Матери-скоропослушница. И специальный репортаж из Ногинска. Почему сирийских беженцев в России обучают только правозащитники. Бельгия продолжает жить в условиях максимальной террористической угрозы. Под особым контролем находятся две атомные станции страны. Опасения властей не беспочвены. Есть основания полагать, что первоначальными целями террористов как раз и были эти АЭС. Теракты в Брюсселе стали поводом для экстренной встречи министров внутренних дел и юстиции ЕС. Комплекс «Тианш» — одна из двух атомных электростанций в Бельгии. Она была эвакуирована сразу после теракта в брюссельском метро и аэропорту. В четверг бельгийские СМИ заявили, что «Тианш» и «Дул», вторая бельгийская станция, могли быть основными целями террористов. Сообщается, что братья Бакрави, которые подозреваются в проведении атак в Брюсселе, часами следили за руководством Центра развития ядерных технологий. Также местная пресса сейчас вспоминает диверсию на АЭС «Дул» в 2014 году. Подозреваемым был тогда сотрудник комплекса, который уехал на войну в Сирию и был там якобы убит. Такие люди очень хорошо знают объекты. Может быть, на станции работает не один экстремист, а целая группа, которая способна устроить крупную аварию. Возможная атака с помощью угнанного самолета. Мы все хорошо помним трагедию «Джерман Винкс», когда второй пилот закрылся в кабине и врезался в гору. Вполне возможно, что хорошо подготовленный пилот сможет направить лайнер на атомную станцию. Это приведет к катастрофе в самом центре Европы. Целые районы на десятилетия станут непригодными для жизни. После терактов в Брюсселе многие политики вновь начали обсуждать более тесное сотрудничество в области борьбы с терроризмом. Правда, об этом вспоминают эксперты. Говорили в Европе и после терактов в Мадриде 2004 года, и после атак в Лондоне 2005 и позже. Однако до сих пор в ЕС так и нет единой базы данных, что весьма усложняет поимку подозреваемых. Нам срочно нужно не только улучшение шенгенской информационной системы. Об этом мы договорились и начали выполнять решения после парижских атак. Нам нужна единая система из отдельных баз данных. Это и визы, и данные по шенгену, по безопасности, по розыску подозреваемых. И сделать это, считают наблюдатели, нужно как можно быстрее. Агентство Associated Press со ссылкой на спецслужбы ЕС и Ирака сообщило, что террористическая группировка ИГ подготовила не менее 400 боевиков для совершения терактов в Европе, подобных атакам в Брюсселе и Париже. Причем террористы должны самостоятельно выбрать время, место и способ проведения нападений в Европе. Ну а в Россию в четверг вернулась икона Божьей Матери Скоропослушница. Она исчезла из Екатерининского дворца во время Второй мировой войны. Ее первым владельцем был руководитель российского морского ведомства, великий князь Алексей Александрович, брат царя Александра Третьего. В музей-заповедник «Царское село» ее передадут в пятницу сестры Габриэла Деминг и Инги Боргшенг. Вот она, Скоропослушница. Икону показывает нам немецкий историк, профессор Вольганг Айхвейде. Более 70 лет икона считалась утраченной в годы Второй мировой войны, и неожиданно пропажа нашлась. Из царского села ее вывез Франсфельдхаус, военный священник. Сам он умер в 1945 году, но икона была перевезена в Германию, вероятно, раньше. После смерти священника она перешла к его брату. Сам он умер два года назад. Следующее поколение, сестры Деминг и Шенг, урожденные в Фельдхаус, решили безвозмездно вернуть икону в Россию и стали искать пути, как это сделать. Они понятия не имели, откуда конкретно эта икона. К истории и искусству они никакого отношения не имеют. Поэтому обратились в музей икон в Рекленхаусене. А директор этого музея, в свою очередь, связалась со мной. Я только посредник, поскольку у меня есть опыт в подобных вещах. Среди немецких военных священников, которые находились во время войны в Советском Союзе, были такие, кто присваивал иконы, поскольку считали, что СССР абсолютно атеистическое государство. Они уговаривали себя, что вывозя иконы, они их спасают, говорит профессор Айхведе. Скоропослушница выполнена в знаменитой иконописной мастерской при православном монастыре на горе Афон в Греции и подарена великому князю Алексею Александровичу, брату царя Александра Третьего. Одна из особенностей этой иконы в том, что она представляет высокую ценность для собрания царского села не только в силу того, что на ней изображено, но и в надписи на ее оборотной стороне. Там стоит штемпель монастыря на горе Афон и посвящение, сделанное монахами брату государя. На оборотной стороне есть также все инвентарные номера. Так что нет никаких сомнений в том, что икона принадлежит царскому селу. Возвращение в Россию пропавшего в годы войны предметов искусства – случай не единичный. В Германии в рамках одного исследовательского проекта мной уже обнаружен и возвращен в царское село целый ряд произведений трофейного искусства. Во время войны царское село потеряло очень много предметов из своего собрания. И там рады возвращению в коллекцию каждой вещи. Есть некая гражданская дипломатия. В то время как наши политики по многим вопросам не могут найти общий язык, простые граждане проявляют больше готовности идти навстречу друг другу. Возвращают друг другу то, что в свое время было вывезено солдатами. Обычные люди больше открыты друг другу, нежели правительство. Вот уже много лет сирийцы работают на швейных фабриках в подмосковном Ногинске. После начала гражданской войны в 2011 году многие перевезли сюда и свои семьи. Однако школу для детей-беженцев открыли не так давно, причем по инициативе правозащитников, а не государства. Подробности в специальном репортаже Юлии Вишневецкой. Лампа упала, лайка испугала. Лайку испугала, лайка. Самиру 12 лет. В Россию он приехал 5 лет назад вместе с матерью. На тот момент его отец уже давно работал на швейной фабрике в Ногинске. Когда в родном Алеппо начались боевые действия, он решил перевезти свою семью в Россию. В школу мальчика не взяли из-за отсутствия прописки. Хозяева съемной квартиры не хотели регистрировать приезжих. Тривизу смотрел, иногда телефон играл, уже глаза болели. Телефон играть. Детям пошел играл. Я с русскими общался, но не получилось с ними общаться. Так продолжалось 4 года, пока правозащитная организация «Гражданское содействие» не открыла в Ногинске школу для детей-беженцев. Таких детей, как Самир, в городе несколько десятков. Швейные фабрики Ногинска еще с советских времен привлекали к работе сирийцев. И когда началась война, многие из них стали вывозить семьи. Их попытки пристроить детей в школы успехом не увенчались. Вот за два года битья головой об эту стену удалось устроить в школу только одну девочку, вот Фатиму. При этом у меня есть дети, которые говорят великолепно. Немножко на сорочем языке, но нормально. При этом не умеют ни писать, ни читать. Ни по-арабски, ни по-русски. В марте этого года школа открыла группы и для взрослых сирийцев. Занятия проходят дважды в день. Для всех учеников они бесплатные. Занятия пользуются у сирийцев большим спросом. Когда я пришел сюда, вообще не знал ни одно слово русское. Я знал, что буду долго жить, значит надо учиться. Смотрел много сериалов, песни слышал. Когда война закончится, неизвестно. Сколько лет им придется здесь прожить, неизвестно. Многие пытались уехать по программе в Европу. Их вернули. Поэтому все-таки образование получать хоть какое-то маломальское нужно. Пока что на занятия приходят только мужчины. Но в скором времени правозащитники планируют открыть и отдельные женские группы. Боевые действия в Сирии продолжаются. В четверг сирийская армия вошла в историческую часть Пальмиры. Подробности в обзоре новостей. Сирийская армия, по сообщению Гостелевидения, в четверг вошла в город Пальмира. С мая прошлого года он находился под контролем боевиков из террористической группировки «Исламское государство», которые разрушили многие античные памятники. Бывший лидер боснийских сербов Радаван Караджич в четверг приговорен к 40 годам тюремного заключения. Трибунал в Гааге признал его виновным в геноциде, убийствах, преследованиях, незаконных нападениях на гражданское население и других преступлениях в годы Боснийской войны 1992-1995 годов. В Германии, Франции и Испании 24 марта почтили память погибших ровно год назад во время крушения лайнера авиакомпании «Джерман Винкс». Один из пилотов, Андреас Лубец, тогда сознательно направил самолет, летевший из Барселоны в Дюссельдорф, на скалу во французских Альпах. Все 150 человек, находившиеся на борту, погибли. Несколько российских спортсменов лишаются олимпийского золота и золота чемпионатов мира. Такое решение принял спортивный арбитражный суд в швейцарской Лазанне. Он постановил, что выборочные наказания за употребление допинга, введенные властями России, были недостаточно строгими. Золото лишены пять легкоатлетов. Граждане Новой Зеландии проголосовали против смены национального флага. Таковы предварительные результаты референдума, обнародованные в четверг. Более половины избирателей решили сохранить флаг с британским «Юнион Джеком» в левом верхнем углу. Это знамя — национальный символ Новой Зеландии с 1902 года. Одним из мотивов для смены флага было устранить путаницу. Новозеландский флаг часто путают с австралийским. О развитии событий ДВ Новости расскажут уже завтра, в том числе и на каналах наших партнеров. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин